Приморская столица встретила отдыхающих круизного лайнера Амадея не только холодной погодой, но и полным тепла и радушия выступлением артистов. Некоторые горожане даже собрались неподалеку от причала, чтобы поприветствовать гостей. Почти 600 туристов вступили на берег Приморья, пришвартовавшись во Владивостоке. Некоторые из них тут же решили поделиться своими впечатлениями о поездке. Вплоть до этого момента путешествие было очень даже приятным. Чем ближе к Владивостоку, тем становилось все холоднее и холоднее. Я, к слову, впервые во Владивостоке, но не впервые в России. Бывал в Санкт-Петербурге, в Москве, путешествовал по Трансибирской магистрали, из Пекина в Москву, захватив Петербург и многие другие города. И сейчас я жду от Владивостока приятных впечатлений от этого великого города, своего рода императора Востока. Другие оказались несколько оригинальнее своих коллег по круизу и решили стереть для себя культурные препоны, пусть даже и в бытовом плане. Я посещаю город в рамках тура и я хочу найти здесь нечто наподобие кулинарных мастер-классов, чтобы понять, как вы, русские, готовите пельмени. Морской гигант начал свое путешествие из японского порта Йокогама 18 февраля, а во Владивостоке он пробыл всего несколько часов. Вечером Амадея отправляется дальше, к берегам Республики Корея, а после в Поднебесную. Стоит отметить, что столица Приморья стала единственным российским портом, включенным в круизный маршрут, а прибытие огромного туристского корабля ознаменовало для всего Приморья открытие круизного сезона. Евгений Черемухин, Новости на Восьмом.